Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, прочитал ответы на него моих коллег, вижу, что они все в один голос начали утверждать, чтобы вы сказали человеку о том, что вы не хотите с ним общаться. Они видят это, то есть честность, то есть откровенность, как единственное средство для того, чтобы избавить вас от назойливости человека. Я, к сожалению, с ними не соглашусь и скажу, что если вы дадите понять человеку даже прямо, что вы не хотите с ним общаться, это ни к чему не приведет. Человек все равно будет вам накучать, человек все равно будет вам звонить, человек все равно будет давать о себе знать, потому что... И это ответ на ваш вопрос, почему человек не понимает, что с ним не хотят общения. Он понимает, но он руководствуется своими интересами, своими целями и своими стремлениями, а также желаниями. Ему не нужно стремиться к тому, чтобы вы были счастливы. Он хочет быть счастливым сам. Его волнует только его стремление, а вы его не волнуете. И именно поэтому он и не понимает. Точнее, он делает вид, что не понимает. На самом деле он понимает все. Но ему это понимание не нужно. Ему нужно только с вами общаться, потому что он через это все-то для себя получает. И вы его этого лишили. В другом месте он этого не получит, он это знает. И таким образом получается так, что вы для человека последняя надежда. И именно потому, что вы для человека последняя надежда, он и продолжает вам докучать. И скажете вы ему, что не хотите с ним общаться, скорее всего, такой человек либо просто проигнорирует ваше желание, либо начнет распираться на тему того, что, а может ли я тебя как-то обидел, а может ли я тебе что-то сделал, а может быть я что-то не так сказал и так далее. Ну, не приведет то, что вы скажете ему о своем нежелании общаться к чему-то хоть сколько-нибудь положительному и конкретному. Как же все-таки решить ваш вопрос, спросите вы? Как же все-таки избавиться от этого надоедливого человека? Ну, для начала, для начала, давайте спросим у вас так. Почему вы поняли внезапно, что человек вам чувствует? Вы же с ним познакомились, вы же общались с ним какое-то время, вы провели вместе немало, делились секретами. Потом вас стало напрягать общение, то есть, понятно, его много. Но вас напрягает именно это, что человек много с вами общается, долго, то есть, слишком долго, и вам это некомфортно. Если дело все в продолжительности общения, то я думаю, что вам можно достаточно конкретный способ использовать для того, чтобы привести в гармонию, скажем так, свое общение с ним. Своё здоровье, кстати говоря, тоже. Допустим, вам комфортно общаться с ним, ну, скажем, два часа. Вот об этом вы ему и скажите. Скажите ему, что мне удобно общаться с тобой только два часа и не более того. Больше мне нет времени, я больше не хочу. И вот этого как раз мнения, этого как раз, значит, этой позиции вы и придерживаетесь. Придерживаетесь той позиции, что вот сколько вы назначили времени общения с человеком, столько вы и будете с ним общаться, если дело только в этом. Если дело не только во времени, но и в чём-то ещё, то есть, кроме этого, вас что-то напрягает. Дело здесь, вот в отношении, например, что она ни разу не приглашала вас к себе в гости, например. Ну, тогда давайте на это конкретно и посмотрим. Не приглашала она вас в гости? Хорошо. Приглашите ее сами. Скажите, можно я зайду к тебе в гости? И посмотрите, как человек отреагирует. Если отреагирует положительно, ну, сходите один раз в гости. Если вас именно это напрягает, то напряжение уйдёт. Если увидите, что человек негативно отреагировал, то есть нехотя, то вы имеете полное право его к себе также не отпускать. Человек, который не хочет приглашать в гости к себе, но ходит в гости сам, это, как минимум, эгоистичный человек. Эгоистичному человеку нечего с вами делать. Это понятно. Если вас просто начало что-то напрягать, ведь оно напрягать стало так сильно, что вы даже начали болеть, то дело здесь с чем-то другим. Дело здесь в вашем ощущении себя на фоне этого человека. То есть какое-то значение для вас он приобрел такое, что вы слишком сильно, негативно начали это воспринимать. Вы не осознаёте, конечно, какое именно значение он для вас приобрел. Вы не осознаёте, конечно, почему он так для вас стал негативно окрасен, но нужно это выяснить. У вас очень сильное переживание с этим человеком. Вплоть до психосоматики, то есть когда психологическое напряжение очень сильно давит на физиологическое состояние, на физическое состояние. Думаю, что человек несёт какое-то для вас отношение. Отношение негативное. Возможно, в нём вы видите что-то именно плохое для себя. Что именно нужно разбираться. Ну и теперь главное. Не нужно ему ничему говорить. Не нужно ему ничего пытаться доказать. Его это не волнует. Мы это уже с вами определили. Человек думает только о себе. Вы говорите ему один раз о том, что, собственно, у вас больше нет времени с ним общаться. У вас больше нет возможности приглашать его в гости. Извинитесь перед ним. И перестаньте отвечать на его звонки. Человек будет проявлять свою активность только тогда, когда он будет получать обратную связь. Если этой обратной связи не будет, то человек рано или поздно перестанет проявлять свою активность по отношению к вам. Именно безразличие является самым весомым, самым неотвратимым, самым убедительным способом показать человеку, что вы не хотите с ним общаться. Но для этого нужна жесткость, выдержка и терпение. Все остальное, любая реакция на человека, любое проявление отношения к нему, пускай и даже негативного, для него это результат. И, как любой результат, это достижение. Поэтому, если вы будете реагировать негативно, человека это не остановит. Столько безразличия, столько терпения, выдержка и твердость. Помогут вам избавиться от нежелательной подруги. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...